И вот мы брали, да, брали, брала вот такую палку, наматывала одеяло, ссувала в канализационную трубу и вот с такой вот силой вот так вот так вот все пробивала, пока вода не уходила. Сырость, плесень, крысы. Кажется, еще немного и жильцы провалятся вместе с мокрым полом. Да некуда. Весь этот кошмар творится на первом этаже. В таких условиях приходится существовать жителям коммунальной квартиры в доме 21 на улице Челюскинцев уже пять лет. Сломалась чугунная труба, вся вода течет под пол. Раньше было как бы вообще все и в туалете, и в калидоре все плавало. Мы вот все, соседка, все убирали, мыли. А сейчас просто вообще вся вода течет под пол и полы все проваливаются. Как вот жить в таких условиях? Оттуда крысы прямо, вот морды бывают, их не наторчат. Мы уже тряпками все заткнули. Сегодня вот опять все обвалилось, там вот такая дыра опять большая. К этим проблемам недавно добавилась и еще одна. В доме прорвало и трубу с горячей водой. Трубу горячую-то она с горячей водой прорвала. Слесарям вообще никакие меры не принимали, пока у меня вообще вода, вся труба вообще, как сказать, не взорвалась с кипятком. Весь день кипяток бежал без перерыва. И только в полночь коммунальщики все-таки пришли и перекрыли воду. Позже провели восстановительные работы. А вот с канализацией вопрос так и остается открытым. Каждый раз жители слышат одну и ту же фразу от управляющей компании – ремонтируйте за свой счет. Там у нас прямо г**ло все в подвал текло. Там в подвал спуститься невозможно. Там г**на вот так по колено. Мы решили связаться с управляющей компанией «Водоканал». Именно она обслуживает этот злосчастный дом. Коммунальщики категорически отказались комментировать данную ситуацию. Мы же не собираемся спускать дело на тормоза. И уже отправили запрос в администрацию города Березники. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.